Добрый день, уважаемые радиослушатели! Продолжаем работу в прямом эфире, и сейчас нас на связи посредством Зума из Вильнюса, члена Институционного комитета НВЛ, Балтик Сера Грауч Фонд, Виталто Спункс. Добрый день! Что-то мы вас не слышим, может быть, попытаетесь включить микрофон? Добрый день! О, вот теперь мы вас слышим, замечательно! Добрый день! Вот такой вопрос, наверное, я думаю, что и ваши коллеги вам часто задают, и знакомые. Вот почему все-таки Латвия или латвийские инвесторы менее активны, к примеру, в Литве и в Эстонии, чем литовские инвесторы в Латвии? Я думаю, что любого жителя Латвии, если на улице спросить, вот знает ли он какие-то большие литовские инвестиции, он безошибочно 3-4 очень больших проекта назовет. Мы не будем их рекламировать, но все мы знаем, и крупную торговую сеть, и так далее. Вот ваши ощущения, потому что у вас есть опыт такой и работы в Литве, разумеется, и сейчас я знаю, что вы активно работаете в Латвии, об этом мы тоже поговорим, но вот ваши ощущения, почему литовские инвесторы достаточно активны? Ну, я думаю, что если смотреть на три страны Прибалтики, так Эстония, я думаю, опережает как Литву, так и Латвию, потому что они ближе к Финляндии и потому что история Скайпа создала несколько других больших IT-компаний, проектов, которые даже на европейском уровне развиваются и очень дорогие. литовские инвесторы считают Латвию своим домашним рынком. Да, у нас разные языки, разное государство, но, думаю, менталитет людей, он очень похожий. И если ты создал какую-то бизнес-модель в Литве, которая работает, люди покупают твой товар, так следующий логичный шаг, что надо то же самое сделать в Латвии, и потому мы видим таких примеров немало. Почему латышские бизнесы не делают того же самого в Литве, мне ответить трудно. Наверное, в некоторых случаях не хватает инициативы, в некоторых случаях, может, латышские предприниматели видят, что им лучше инвестировать и развиваться в других странах. Но я думаю, что предпосылки, что латышский бизнес тоже зарабатывал деньги за границу, они есть. Вот если мы посмотрим на инвестиции, в том числе и банковские, и внебанковский сектор, ну, может быть, в Литве несколько иначе, в Латвии, то очень часто мы можем услышать, что охотнее инвестируют в торговлю, в недвижимость, в покупку, в продажу, понимая, что это так называемые быстрые деньги, то есть ты быстро можешь эти деньги обернуть и получить какую-то прибыль. И не очень активно хотят инвестировать, не знаю, в производство. Понятно, что это энергозатратно, это так называемые долгие деньги, когда получат прибыль, есть риски, и мы понимаем, что приходится конкурировать с другими странами, где сырье дешевле и энергоресурсы дешевле. Я знаю, что ваш фонд все-таки в этом плане нетрусливо, если так можно сказать, что вы пытаетесь инвестировать и в какое-то производство. Почему? Несколько слов об этом поподробнее расскажите. Я думаю, что Латвия это конкурентоспособная страна, и здесь есть место производства, который был бы конкурентабельный на европейском уровне. Например, у нас есть инвестиция в группу Экобальтия, которую большинство людей, наверное, знают из компании Экобальтия, в виде, которая вывозит мусор. Но мы инвестировали в эту группу тоже из-за производства. И у Экобальтии есть инвестиция в завод Елгове, который называется Пэтбальтия. И этот завод в год перерабатывает 50 тысяч тонн пластика и является четвертым по величине таким заводом в Европе. Так все предпосылки, что латышские бизнесы могут конкурировать в Европе, они есть, и мы очень активно ищем таких предприятий, которые бы хотели с помощью наших инвестиций и идей расти. И на том же примере Экобальтия можно сказать, что когда мы инвестировали, это была по величине Латвии довольно-то большая компания, но она работала только в Латвии. Так с нашей помощью Экобальтия купила первого игрока в Литве, Экосервис, и сейчас это уже международная группа, у которой будет 125 миллионов евро доходов в этом году. Это очень большая сумма, я бы сказал, очень большая для Балтии. А вы вот, если так можно сказать, отматывая пленку назад, вы рисковали? Это было в вашем понимании рисковая инвестиция? Или вы знали, что все равно переработка отходов, но это, знаете, из серии, из, так можно сказать, вечная тема? Все равно ведь понятно, что мы все выбрасываем мусор, ценные какие-то вещи, которые можно перерабатывать, как вторичное сырье будет перерабатанно, поэтому в этом плане это не рисковая инвестиция? Или все-таки рисковая? Инвестиция, как вы правильно говорите, что этот зеленый курс Circular Economy, это все правильно, и это хороший и вечный бизнес, но инвестиция была была рискованная в том плане, что нам надо было, приходя, решить конфликт акционеров, которые довольно публично эти разногласия обсуждались этими акционерами даже на средствах массовой медии, так в том плане сама сделка, она была очень трудна, и мы над этой инвестицией работали два года, так это, ну, по сравнению, это очень, очень много, но в этот бизнес мы верим, и в эту переработку всяких отходов планируем инвестировать и в будущем. Да, ну вот, может быть, переработка отходов это действительно такая тема, перспективность, так можно сказать, это такая вечная тема, но вот вы уже затронули другую тему, очень актуальную, зеленая экономика, нет ли у вас ощущения, ну, как у инвестора, как фактически финансиста в какой-то степени, нет ли у вас ощущения, что для стран Балтии это несколько быстро и рановато, я почему говорю, потому что вот эти требования по тем же выборшам СО2, ну, я понимаю, там, допустим, Германия, где уровень жизни намного выше и где они могут себе позволить без проблем купить новые автомобили, а у нас, ну, по крайней мере, в Латвии, я думаю, в Литве схожая картина, средний возраст автомобиля 13-15 лет, процентов 80, рынка, если не больше, занимают дизельные автомобили, чаще всего вот из Германии к нам прибывающие, и когда нам говорят, что все, мы уменьшим СО2, перейдем на электромобили, у нас будет зеленая экономика, нейтральность климата, не кажется ли вам, что вот, не знаю, экономика и уровень жизни стран Балтии просто не поспевает за этими требованиями? Я бы так не сказала, если смотреть как бы на экономические показатели страны Балтии, где, конечно, Эстония сейчас, я думаю, на первом месте, мы по многим показателям обогнали другие страны Восточной Европы и даже некоторые страны Западной Европы, особенно те, которые Южные, потому что этих стран были большие проблемы, и сейчас уровень жизни как бы у нас, даже если считаем, может быть и выше, конечно, у Прибалтики есть проблема, что как бы немножко ровнее распределялись доходы, что был большой средний класс, потому что вот этот класс как бы двигает всю экономику, потому что если самая большая часть денег и доходов как бы сконцентрирована у нескольких людей, это для экономики нехорошо, и для экономики, и для привлечения инвестиций, но возвращаясь к этому зеленому курсу, я смотрю на своих детей, и я понимаю, что как бы ценности уже у нового поколения, они уже несколько выше, чем так сказать у старого поколения, и что этот зеленый курс его не остановить, и каждый человек своими действиями может менять свое будущее, и это каждый должен делать свой маленький шаг, я понимаю, что как бы да, все хотят ездить на автомобилях, но даже если смотреть там Скандинавию или Нидерланды, очень много людей на работу ездят на велосипедах и ездят не 5 километров, а 20, но конечно, чего у нас не хватает, во многих случаях не хватает инфраструктуры. Да, вот представим, что к вам обращается латвийская фирма, X, неважно, зная, что вы активно инвестируете и в Латвию тоже, какие должны быть вообще условия, чтобы вы согласились участвовать в софинансировании этого бизнеса, стать совладельцами, развивать какое-то отдельное направление, наверное, у вас есть какие-то критерии, когда вы говорите, да, это нам интересно, первый критерий, что мы инвестируем в зрелые бизнесы и как бы в стартапы мы не инвестируем, так бизнесы должны быть действующие и уже должны иметь прошлое, которое доказывает, что эти бизнесы могут жизнеспособные, да, и второй, и, наверное, самые важные критерии, чтобы этот бизнес хотел бы расти. Наш идеальный сценарий, что если мы инвестируем в латышский бизнес, который занимает хорошие позиции на своем рынке, мы хотим эту компанию превратить лидером Прибалтики или лидером более широкого региона, и это значит, что и работать надо будет по-другому, потому что если у тебя есть предприятие или завод, и ты сам как собственник этим управляешь, так если мы вместе купим другой завод в Польше, в Литве или в какой-то другой стране, так уже сам не сможешь этого сделать, и должен быть менталитет, что вместе надо расти, что тоже важно, мы как фонд приватного капитала, мы должны все свои инвестиции продать в течение 5-7 лет, так у этого собственника и человека, который развивает этот бизнес, должно совпадать, что он этот бизнес тоже создает для того, чтобы он вырос, и тогда этот бизнес мог бы купить, например, стратегический инвестор или фонд, который намного больше, мы. Да, вот тоже такой вопрос, который не могу мне задать, пандемия, как вот внесла какие-то коррекции, потому что с одной стороны мы знаем, что в Литве тоже периодически те или иные ограничения вводятся, потом снимаются, с одной стороны, с другой стороны, если мы посмотрим на тенденции Европейского Союза, все равно вот когда этот локдаун заканчивается, так можно сказать, идет экономический рост, вот, не знаю, например, Литвы, как сейчас бизнес себя чувствует? Так, я думаю, что большинство бизнесов чувствует себя очень хорошо, и Прибалтика уникальный регион, что мы не очень, не очень пострадали от пандемии, что поменялось? Если раньше компании рассматривали, что мне надо идти в интернет, диджитализировать свои бизнес-процессы, так по тенденции заставило то, что бы делалось годами, сделать за три месяца, за шесть месяцев, сейчас уже легче организировать встречи, все понимают, что если тебе надо час поговорить с каким-то бизнес-партнером, так это легче сделать по интернету, чем тратить день на поездку, так как бы встречи сейчас можно организировать эффективные, но что в нашей работе ухудшилось, что инвестировать в компанию, но через интернет это не сделаешь, так для этого нужно все равно встречи и знания людей как бы не только как предпринимателей, но и как людей, так пандемия сделала так, что если ты кого-то перед пандемией не знал, довольно сложно общаясь через интернет понять конечно, человеческие отношения никто не заменит, да. И еще что сделала пандемия, что есть некоторые секторы, которые ну раньше, например, если ты предприниматель и у тебя есть отель, так все очень хорошо, так некоторые секторы пострадали и очень трудно сейчас оценивать эти бизнесы, потому что мы не знаем закончится ли пандемия в 22-м году, в 23-м году, но что тоже хорошо, что каждый кризис, ну пандемия это все равно кризис, он создает возможности и я думаю, что многие предприниматели у них есть возможность вывести бизнес на другой уровень. Да, вот у вас есть опыт естественной работы в Литве, в Латвии, сильно у нас отличается, вот не знаю, работа налоговой службы, налоговое законодательство, потому что мы все время смотрим на Эстонию, ну так, в Латвии у нас принята такая привычка, ну вот там лучше, там вот они больше консультируют, меньше наказывают, там легче счет открыть, и в Литве легче счет открыть, чем в Латвии, так мы считаем, вот жители Латвии, ваш опыт о чем свидетельствует? Я думаю, что у всех стран есть плюсы и минусы, уровень государственных услуг диджитализации самой Эстонии, но Эстония, наверное, входит в топ страны мира, и как Литве, так и Латвии, надо смотреть на Эстонию, как развивать государство, но нам, как инвесторам, что нужно, чтобы было для всех равные условия, так да, сейчас в Литве мы платим 15% налога, подоходного, а в Латвии налог надо платить только, когда выплачиваешь дивиденды, и в Эстонии это самое, так эти страны и очень выгодно, если у тебя планы инвестировать, и с бизнеса ты не собираешься этих денег вынимать, да, вылачивать, но все равно, я думаю, что не налоги самое главное, а главное, чтобы не было государствах каких-то более привилегированных бизнес-групп, которым все можно, а другим ничего не можно, и я думаю, что в Латвии все хорошо, в том, ну, с моего опыта мы не столкнулись с какими-то препятствиями, и, что вы говорите, вот счет открыть, сейчас, ну, сложилась ситуация, что идет во всем мире война с отмыванием денег, и эти счета в любых государствах сейчас открыть занимает, если раньше мог это сделать за один-три дня, сейчас в некоторых случаях ты ждешь открытия счета три месяца, потому что банк пытается понять, кто ты, и почему тебе этот счет нужен, так я не сказал, что это специфика Латвии, это, думаю, специфика Европы. Вот еще одна тема, которую я хотела с вами обсудить, вот мы, если мы говорим о перспективных возможностях экспорта, вот в Латвии называют, не знаю, как в Литве, экспорт медицинских услуг, что это значит, это развитие частной медицины, как для собственных жителей, так, ну, чтобы иностранцы тоже приезжали, не знаю, пластическая хирургия, какие-то процедуры, какие-то операции офтальмологические, стоматологические, я знаю, что вы тоже обратили внимание на этот сектор, вот интересен ваш опыт. Да, я думаю, что у нас есть большие перспективы, потому что мы, когда живем в местных странах, мы иногда не видим того, что у нас есть хорошее, так уровень медицины и специалистов, он высокий у нас, и проблема только в том, что хорошие специалисты, видя заработные платы, они принимали это решение, что вот уехать в Норвегию или другую страну Европы, но путь правильный, что нам привлекать пациентов и предоставлять больше услуг здесь, здесь на месте, и так позволяя заработать всему медицинскому персоналу, так я в это верю, и я думаю, что это хороший сектор для инвестиций в приватную медицину, у нас есть вторая по величине сеть приватных клиник Литве, и мы бы хотели в этот сектор инвестировать и в других странах, я думаю, что государственная медицина, она тоже хорошая и во многих случаях предоставляет хорошие услуги, но тем, которые хотят немножко лучшего обслуживания, сервиса, скорости, приватный сектор тоже может им предоставлять эти услуги, и я думаю, что часть приватной медицины во всей Прибалтике довольно маленькая, и этот сектор будет расти долгие годы, так за счет внутреннего потребления, так за счет так называемого медицинского туризма. Да, вот что касается медицины, я так понимаю, что это как раз тот случай, когда уже латвийский бизнес здравоохранения заинтересовался литовским, вот мы в самом начале говорили, что чаще происходит наоборот, вот может быть об этом? Да, латвийская группа Рефарм в прошлом году купила игрока игрока номер один в секторе приватной медицины, это довольно большая инвестиция для Литвы, и это один пример, что успешные латвийские бизнесмены решили инвестировать деньги в соседней стране, и это сделали, так это очень хороший пример, что латыши тоже могут инвестировать в инвестиция. Ну вот хорошо, когда мы говорим о медицине, ну вот допустим, есть же, что называется, есть разные секторы медицины, одно дело аптеки, и многим кажется, и наверное они правы, что это априори прибыльный бизнес, ну если говорить откровенно, второй сектор, это сейчас в условиях пандемии очень большой оборот, по крайней мере, я думаю, что в Литве тоже не только в Латвии, лаборатории, да, все эти ковид-тесты, где государство делает массивные такие заказы, но есть и такой сектор, который действительно затратный, где аппаратура, где хорошо должны оплачиваться люди, я имею ввиду та же хирургия, и где нет никаких, если так можно сказать, гарантий, каких-то больших прибылей, а инвестиции очень большие, ведь никто не может планировать, сколько будет хирургических пациентов, все-таки медицина это, ну, все-таки отличается несколько от производства, вот как здесь вы взвешиваете риски, почему вы видите все-таки вот в этой частной медицине перспективу? Я не думаю, что никто не может планировать, потому что это та же самая статистика. Конечно, год от года могут эти цифры меняться, но можно посчитать, сколько этих операций будет с точностью, наверное, 10-20%, 20%. Есть некоторые секторы медицины, где я не думаю, что в средней перспективе приватный бизнес может конкурировать, потому что если смотреть на государственный сектор, он получает очень много оборудования за государственные деньги или за деньги Евросоюза, и тогда если ты приватный инвестор должен то же самое оборудование купить за свои деньги, а предоставляешь ту же самую услугу, так, наверное, ты никогда не будешь конкурентоспособным по сравнению с тем, который не платил за это оборудование или как платил, но не считает себестоимость своей услуг. Так, есть некоторые секторы, где труднее, но я бы сказал, что в любом случае в некоторых странах приватная медицина занимает около половины и конкурирует с государственным сектором как бы очень хорошо и в Прибалтике у нас эти проценты намного меньше и я думаю, что этот сектор будет расти, но, конечно, это может выглядеть как бы легким и прибыльным бизнесом, все равно, чтобы заработать денег, ты должен предоставлять хорошую, качественную услугу, включая, что у тебя должны быть самые хорошие специалисты в этой области и, поверьте, привлекать медицинский персонал это тоже очень большая работа. Да, вот если мы говорим, вот так у нас время эфира быстро подходит к концу, но все-таки если мы говорим об инвесторах как таковых, вы, наверное, тоже слышали, что приходит условно, я говорю, западный инвестор, неважно, немецкий или там из другой богатой страны и чаще всего, говоря о Латвии, я думаю, что Литве схожая история, инвестор говорит, вы понимаете, что меня смущает, это нехватка рабочей силы, во-первых, она уже не такая дешевая, как было, мы понимаем, еще раньше, еще лет 10-15 тому назад, и во-вторых, вот мы просто боимся, что не будет тех специалистов, которые нам нужны, и это одно из препятствий к приходу вот этих западных инвесторов, что вас опыт говорит, у вас нет риска, что вот там, не знаю, вкладываете, в том числе и в Латвию, и потом выяснится, что бизнес не может развиваться, ведь вы говорите о развитии бизнеса, просто нет рабочих рук и специалистов. Да, так я думаю, что если мы, как страны, хотим жить хорошо, так нам надо продавать не рабочую силу, а свои мозги, логично, и очевидно, что все заводы, они должны инвестировать в автоматизацию, роботизацию, и это неизбежно, потому что людей не становится больше, и это одна из проблем Прибалтики, можно эту проблему решить легче, принимая людей из Украины, Белоруссии, но это политическое решение, и в Литве политики сейчас такого решения не принимают, и как бы я, как предприниматель, я более поддерживаю политику Польши, которая, наверное, приняла больше миллиона украинцев. Да, кстати. Да, может быть, такой последний вопрос, вот мы уже говорили о перспективных направлениях, в том числе там, где вы участвуете активно, вот мы говорим и медицинский бизнес, и вот переработка отходов вторичная, что еще вот на ваш взгляд, что в ближайшие не знаю годы будет еще перспективнее, потому что все мы понимаем, что, наверное, большие производства, ну, как в свое время о Латвии говорили, там, ВЭФ, радиотехника, понятно, что эти времена, где было 10, 20, 30 тысяч сотрудников, наверное, не вернутся, я думаю, в Литву тоже. Вот, какие еще перспективные направления, куда вы смотрите, что, может быть, со временем надо участвовать вот в этом бизнесе? Одно перспективное направление, но это во всем мире, это разные IT-услуги. Здесь, конечно, проблема такая, что у людей сейчас есть выбор работать в любой точке мира, все выбирают эти работы, где интересно, но я тоже верю в производство, что мы можем быть конкурентоспособны в Европе не из-за того, что у нас дешевле рабочая сила, потому что мы должны стремиться к тому, что у нас зарплаты были как в Германии, но есть секторы производства, ну, например, в Литве мебельные предприятия, они конкурентоспособны во всей Европе, это очень большая индустрия, так разное производство, оно может быть конкурентоспособно, но нам надо стремиться к тому, что были не предприятия по 2000 работников, которые там все делают руками, чтобы были умные заводы, где большинство работ делают роботы, но этими роботами управляют высокоплачиваемые операторы. Да, ну, это, наверное, есть перспектива, чтобы, с одной стороны, люди получали достойную заработную плату, с другой стороны, чтобы это были действительно современные производства. Спасибо большое Виталу Таспунстис из Вильнюса, члены инвестиционного комитета НВЛ, у нас было на прямой связи, большое спасибо. Спасибо. Малу. Убалткома.